Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А самое главное, что мы все вместе, сообща, работаем для Салавата Юлаева. У всех горит зеленое сердце, у всех в раздевалке полный желанием побеждать и выкладываться полностью. Я думаю, что это ключ у Амин. Сегодня на первое меньшинство вышла пара нападающих в Маннинингранул. Проиграли в Брасане, пропустили, больше они не выходили. Почему решили их выпустить? Это наигрывалось на меньшинство? Да, это всегда есть мнение, чем вы должны быть осознанными, когда вы должны быть осознанными. Вы должны быть осознанными, когда вы должны быть осознанными. Мой идея была бы оставить энергию для 5-1-5, но сегодня я хотела быть первым, ПК, а потом, вторым, Маннинград, у меня была очень большая shift. И поэтому я оставил им rest, и я положил Кадекин и Карлод. Это была причина. Но я думаю, что Маннинград сегодня был важный момент для игры. 3-5, в первую очередь. И Маннинград сделал отличный работ. Такие ребята, они очень трудные ребята. Они могут играть ПК и ПАРП. Так что я счастлив. Сегодня вообще наше меньшинство удовлетворено. Если говорить про тот момент, то мы решили сначала так использовать такую смену, но потом, если вспомнить, у Маннина было достаточно длительное время, и поэтому они уже вместе не выходили. Мы решили использовать уже в этой смене Кадейкина. А вообще, если вспомнить другой момент, то при 5 на 3, Маннинг хорошо себя проявил, сыграл эти смены. Поэтому этим я благодарю. Гаммут не забивает пять матчей подряд. Его показатели полезности до этой встречи были минус пять. Почему мой игрок так сильно сдал? Есть объяснение? Ну, это сезон. Сезон очень длинный. Я думаю, что каждый игрок имеет уходы и уходы. И это нормально. И я думаю, что сегодня, как мы играли, и как много он помогал нашим команде. Я очень счастлив. В этом сезоне так далее. Я доволен сегодня, как граунд сыграл. Если мы будем говорить об общей картине, то не стоит забывать, что у команды длинный сезон, и у каждого игрока бывают и спады, и хорошие серии матчей. Так что по сегодняшнему матчу граунда вопроса нет, но очень команде помогал. Олег Чернов, Сабкор 0-2. Пименов сегодня схватил на ровном месте две минуты. Из-за этого Мецела остался без сухаря. Ваша философия как тренера? При победе команды нужно наказывать за такие ошибки? Либо если победили, то ничего страшного? Да, моя философия в том, что команда победит, а команда победит, а команда победит. И внутри команды, конечно, мы поясним ошибки. Наши философии помогают наших игроков играть лучше, а не давать их пеналтики. Моя философия в том, что я хочу создать позитивный подход. Я считаю, что в таких моментах нужно действовать именно в позитивном ключе, и поэтому никаких наказаний, естественно, не предусмотрено. Поэтому всё, что происходит, мы, естественно, внутри команды обсуждаем, но моя работа как тренер как раз таки с позитивной стороны действует, помогать команде и помогать конкретно игрокам. Спасибо, Томми. Вопросы у нас закончились. Еще раз с победой. Спасибо большое. До свидания. Коллеги к нам подключаются. Защитники хоккейного клуба «Слава Тю Лайф» Павел Кольдов и Александр Алексеев. С победой, ребят. И, если можно, комментарии по матчу для начала. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, Павел. Начну, да, наверное. Важная победа. В последних играх были поражения, поэтому как небольшой глоток воздуха для нас сейчас есть время восстановиться, восстановить силы и выходить дальше работать. Поддерживаю. Идеально сказано. Добрый вечер. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Павел, вопрос к вам. Не очень простое время было у вас, я бы даже не сказал, это критика со стороны болельщиков, была какая-то прям травля. Насколько вам было тяжело в этот период? Действительно, ну, как-то неадекватно смотрел со стороны фанатов. Денис, добрый вечер. Если честно, как таковой критики там и каких-то нюансов я увидел только в последний момент. Я давал интервью, недавно большое. Мне сказали, что это на протяжении долгого времени все происходило, но я увидел только последние моменты какие-то, и в последних моментах я там ничего такого не увидел. То есть люди обсуждают, это нормальное явление, поэтому нельзя никому нравиться. Работаем дальше. Насколько было вам так приятно и важно забить? Потому что до этого, ну, так иронично звучит, но до этого по случайности только в свои ворота удалось забивать. Старался не думать об этом, если честно. Типа играл на команду, плюс поражения были в последних матчах, поэтому просто нужно было помочь команде. Получилось так, что забил гол и очень рад этому событию. Вопрос к Александру. Вам звонили из Вашингтона? Да нет. Вообще не следите за тем, когда там лагерь стартует? Новости-то читаете хотя бы? Ну, читаю, конечно, но особо стараюсь ни за этим не следить, потому что я играю в Салавате. Вот все равно этот день Х, да, наверное, он настанет. Ваше мнение, где вы хотите продолжать? В Салавате это вроде неплохо получается, вы один из ведущих защитников. Ну, вроде, да, неплохо получается, поэтому мы будем ждать дальнейшего. Когда настанет, тогда он настанет. Поэтому поживем, увидим. Добрый вечер. Азумат Шулуков, Медиакорсеть. Вообще, психологически стало легче после этой победы? Как воспринимали недавний кризис? И можно ли говорить, что теперь-то он закончится, и теперь Салават снова будет 3-4 забивать за матч? Павел, пожалуйста. Это для обоих, в принципе. Ну, есть еще моменты, с которыми надо работать. И если посмотреть на моменты в игре, что сегодня, что два дня назад, очень много Салават на моментов, очень много не забили. И там речь не о трех голах, а чуть побольше. После игры с ЦСКА, в принципе, хорошо играли в меньшинстве, но сейчас четыре матча подряд в меньшинстве пропускаете. Что-то перестало получаться, или это, ну, скорее, больше совпадение, чем какой-то закономерный тренд, что ли? Ну, если посмотреть на гол, который был в матче с Йокеритом, я думаю, все это видят, что это такое небольшое невезение, так сказать, в течение обстоятельств от клюшки из игрока и такой гол. Поэтому мы выберемся из этой ситуации. Александр? Да. Ну, как я соглашусь, конечно, там голы такие непростые были. Там тяп-ляп, что-то туда-сюда, тыры-пыры, взросла ворота. Будем работать в этом направлении и будем становиться лучше. Есть какая-то разница по ощущениям, в смысле физически, то есть выносливость и так далее по сравнению с тем, что было в начале сезона? Потому что часто зимой Салват переживает спад функциональный. Спасибо. Ну вот, все, пережили спад. Сейчас опять с горочкой поедем, передохнем, перезагрузились и все по-новой. Здравствуйте, Олег Чернов, Subcore 02. Вопрос к Павлу. Вы в курсе, что после прошлого матча тренер Салват Илаева поддержал вас, сказал хорошие слова, что похвалил вас? Не был в курсе, но пойду узнать, что он именно сказал. Гол получился у вас на загляденье сегодня. Там даже вот девушка-журналистка сказала, что это без регистрации смс-гол. Может быть, вы какой-то мастер-класс для наших нападающих откройте, потому что они в штангу в таком же моменте могут спокойно попасть. Ну, сегодня они хорошо действовали и забили Тобила помимо моего. Спасибо, Павел. Ребят, спасибо огромное. Закончились вопросы. С победой еще раз. Удачи. Спасибо. Удачи. К нам подключился защитник Сибири Андрей Ермаков. Здравствуйте. Вы нас слышите? Да-да, все хорошо. Здравствуйте. Ну, если можно, для начала итоги встречи подведите. Соперник реализовал свои моменты. Мы не забили 5 на 3. Это, может быть, где-то был ключевой момент. Был счет 3-2 уже. Как бы отрыв не такой большой был, и могли спокойно сравнять и переводить игру, может быть, в овертайм или выигрывать в основное время. То есть были шансы, были моменты, но соперник оказался более надежным в обороне и реализовал свои моменты. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиа Корсет. Этот сезон у Сибири получается совсем не таким стабильным, как предыдущий. В чем проблема? Ну, видите, как бы, если так копаться, может быть, где-то… Присезонка у нас чуть-чуть нарушилась система подготовки из-за неких проблем. И так весь сезон какой-то скомканный получается. То есть много определенных моментов. То есть это и карантин образно 14 дней там, и тоже люди выпадают из состава. Сейчас вроде все нормализовалось. Посмотрим, сейчас перерыв будет. Разберем все наши не очень хорошие моменты и сделаем из этого вывода. После предыдущего матча с Салаватой Сибирью Ефим Гуркин отмечал плохое качество льда на фарене. Согласны ли с ним, как сегодня было? Спасибо. Лед, как лед, обычно более-менее. В этом тоже особо не надо искать причин. Это же хоккейное мастерство. То есть, ну, мы же не вышли сейчас под открытым небом, на коробку, которую залили там. Лед нормальный, устраивает. То есть, забивай свои моменты, да и все. Олег Чернов, Сопор 02. Новосибирск – это великий русский город, великий сибирский город, да. Но почему вот смотришь со стороны на Сибирь во многих матчах, и вы не показываете вот этого знаменитого сибирского характера? Почему? Интересный вопрос, кстати. Я знаю, просто по истории Отечественной войны мы знаем, да, как себя вели сибиряки. И просто вот сейчас вот, сейчас хотелось бы, чтоб их в хоккее вы были такими, непобедимыми. Может быть, это просто не получается у нас. То есть, надо как-то это все обсудить. Но я не хочу прямо сказать, что у нас нет никакого характера. Сегодня, да, вы бились, но могли бы еще лучше, я думаю. Ну, всегда лучше. Жизнь-то быстро идет, скоротечно. Тут просто реализовываем моменты. Я давайте так вам отвечу просто. Характер есть, характер еще больше будет. То есть, надо готовиться, попадать в зону плей-офф и закрепиться там хорошо именно. И там уже все другое будет. Вспомните в тот сезон. Спасибо большое. Андрей, спасибо. Вопросы у нас закончились. Удачи дальше. Все, спасибо. Удачи. Хорошего вечера. Удачи.